Начиная с 20 ноября в городе выпало 47 миллиметров осадков, за неделю превысив месячную норму. Коммунальные службы активно включились в работу. В среднем в сутки убирать Самару выходили больше трех с половиной тысяч дворников и 480 единиц техники. Минувшая выходная температура поднималась выше ноля, превратив снег в талую воду. Поэтому ее откачке, в особенности с низких точек города, сейчас уделено повышенное внимание. За прошедшие сутки специалисты откачали больше миллиона литров талой воды. И работа продолжается. Муниципальный центр управления Самары совместно с Центром управления регионом круглосуточно мониторит комментарии горожан, которые они оставляют в социальных сетях. В обращениях жителей отмечают отдельные улицы, на которых возникло большое скопление воды вследствие активного таяния снега. Вопросы горожане задают по поводу улиц Ставропольская, 22-го партсъезда, Осетинская, Советская армия, Запчениновское шоссе, Литвинова и Макаренко. Елена Лапушкина поручила главам районов и руководителям профильных департаментов оперативно принять меры и улучшить ситуацию на указанных адресах и в будущем внимательно отрабатывать поступающие от самарцев сообщения. Обсудили во время совещания и подготовку Самары к Новому году. Праздничную атмосферу в этом году будут создавать больше двух тысяч разных композиций. Это и гирлянды, и фигуры, и знаменитые светодиодные фонтаны, которые установят как на площади Славы, так и на разных территориях внутригородских районов. Праздничные огни загорятся на набережной, а площади, парки, скверы и другие знаковые места города украсят незаменимый атрибут новогоднего торжества – красавица елка. Такая, например, появится в парке Молодежный неподалеку от озера. Сейчас готовность всей иллюминации больше 60%. Специалисты планируют полностью закончить украшать город к 20 декабря. Обращаю внимание, по нашим площадкам, которые мы делали в рамках комфортной городской среды, это и парки, и скверы, и так далее. Там тоже должны быть украшения. Администрация города запускает традиционный ежегодный конкурс новогодних оформлений. Для участия предприятия Самары должны будут создать праздничную атмосферу на своей площадке. Кандидатов на лучшее украшение выберут сначала внутри районов, а затем подведут общегородские итоги. Победители станут известны 25 декабря. Также во время совещания подвели итоги работы сезонных сельскохозяйственных ярмарок. На территории Самары в этом году работали две таких площадки – возле музея имени Алабина и в поселке Мехзавод, рядом с Домом культуры «Октябрь». Ярмарки традиционно пользуются большой популярностью у любителей местной продукции. В первую очередь покупатели отметили удачную ценовую политику. В этом году резидентами осенней ярмарки стали и партнеры из других регионов. У самарцев была возможность приобрести товары из Республики Марий-Эл, Пензенской, Оренбургской и Ульяновской областей. Продукции стало больше, сыграла на руку и погода. Одна площадка проработала на три недели дольше обычного. Благодаря этому павильон рядом с музеем Алабина посетили 140 тысяч покупателей, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.